Резкое потепление и обильное весеннее половодье в регионе. Такие возможные причины атаки мошек на Рязанскую область называют эксперты. Численность этих назойливых насекомых больше по сравнению с прошлым годом в связи с условиями их размножения в 2024. Размножаются мошки в проточных водоемах, на затопленных паводком участках, обстановка для размножения насекомых и выживание их личинок оказалась благоприятной. Конечно, специально мы эту проблему не изучали, но исходя из особенностей биологии этого вида, этого семейства, мы можем предположить, что такой высокий подъем численности связан именно с высоким уровнем разлива. Потому что мошки, основная часть их жизненного цикла проходит в воде, то есть яйцо, личинка, куколка у этих насекомых развивается в водной среде. И поэтому вот такие благоприятные условия, высокий уровень разлива, могли повлиять на высокую численность этих насекомых. Жизненный цикл мошки составляет от двух до трех недель. Поэтому дискомфорт от нашествия этого насекомого продлится недолго. Кроме того, каким бы раздражительным фактором ни были мошки, для экосистемы они важны, рассказывают биологи. Они играют очень большое значение, потому что вот их личинки, куколки служат кормом для рыб, например. То есть имага активно поедают птицы. То есть вот в экосистемах они являются очень важным таким трофическим звеном. Вот то есть для природы это хорошо, но для человека в общем не очень хорошо. Для того, чтобы пережить это время без последствий, стоит запастись репеллентами. Благо ассортимент в магазинах позволяет выбрать подходящие конкретно по видам насекомых. Средством от мошкары могут стать и подручные средства, которые есть на кухне у любой хозяйки. Ванилин можно использовать для защиты от назойливых насекомых, растворив его в воде и опрыскав сладким составом открытые участки кожи.